Здравствуйте! 20 апреля 2023 года, время по стане 21.11. Я записываю это видео для студентов Казахстана. Для студентов-казахстанцев, которые живут за пределами Казахстана тоже. Дорогие дети, студенты, я сам политик, да, я понимаю, конечно, вам политика, на первый взгляд, она не нужна. Мы видим, как молодежь относится к политике, то ли это родители такая установка, то ли, конечно, я уверен, что студенты, это руководство ректорат, руководство высших учебных заведений, техникумов, да, всех учебных заведений ведет такую политику, чтобы студенты в политику не лезли. И у нас это террористическое государство, а во всех террористических государствах ограничивают право граждан, чтобы они не лезли в политику, а были, превращались в послушное стадо. Ну, тема сегодняшнего разговора не в этом, дорогие студенты. Вот сегодня случилось, час назад я получил шокирующую информацию, сделал два видео на своем канале, да. Суть дела в чем? Отел из Дании есть в Казахстане, вы можете сами зайти, посмотрите. Он выставил материал в 12 часов дня по Астане. Казахстанский студент России был похищен и насильно отправлен на войну в Украину в составе ЧВК Вагнера. Вот этот парень, Маргулан Бекенов, 30 января 2000 года рождения, ему 23 года, да, сейчас. 18 марта его похитили неизвестные, по словам родственников, это студент Томского государственного университета, 4 курс. Ну, вот здесь можете пройтись, да, статью прочитать, не спеша, али зайти сами. 18 марта пропал, в Краснодар поехал к девушке своей и пропал, но потом пришла информация, что его завербовали, якобы он завербовался. Мама пошла его нашла в этом частном военной компании Вагнера, да, там они сказали, что он якобы добровольно подписал, его вывели на 5 минут. Подавленный, он говорит, что он контракт не подписывал, ей, матери, его не выдали, якобы он контракт подписал, все, теперь он наш. Теперь информация поступила, сегодня говорит, что с 19 апреля его отправили на передовую, в Украину, там, где идет война. Я призываю студентов Казахстана, в первую очередь, с завтрашнего дня, с 21 апреля, оставить все учебные заведения, выйти все массово на митинги, на центральные площади своих городов, где вы учитесь. И выкажите, пожалуйста, солидарность в поддержку студенту, такому же студенту, как и вы, молодому парню Бекенову Маргулану. Я так полагаю, услышав эту новость, вы сами, без моего призыва, должны так поступить. Потому что студент не может поступить иначе, если его собрат попал в беду, а он попал в беду. Мама этого Маргулана обращалась в Генеральную прокуратуру Казахстана, МВД, МИД, администрация президента, везде отписываются. В России там родственники ходят, их там говорят, идите, говорят, Петербург, там находится якобы офис ЧВК. Какой офис? Это бандитская организация. Россия бандитская страна. Нам надо сейчас бить в набат. Я сделал обращение, два, на казахском, на русском, призываю родственников, родителей, студентов наших вернуть их домой. Я в самом шоке, насколько наши люди наивные, насколько надо быть глупыми, что 62 тысячи детей, вот один источник показывает, 61 тысяча студентов, первый казахстанец учится в России. Второй источник показывает, вот он в России учится, в 2020 году училось 353 тысячи иностранных студентов, из них 62 тысячи 358 казахстанцы. Но там не только казахи. Я говорю, не только казахи, русские, хоть кто, берите детей, возвращайте срочно, сейчас звоните, возвращайте, пусть ночью вылетает оттуда. На днях, уже сегодня информация пошла, что Украина переходит в контрнаступление. Сейчас там начнется страшное. Вы слышите, Путин объявлял мобилизацию, сейчас электронную мобилизацию какую-то. Он не знает, что делать, он не знает, где набрать войска на эту свою авантюру. Сейчас они будут всех, кто попадается, просто заставлять забирать, заставлять подписывать и забирать на войну. Поэтому, еще раз, дорогие студенты, с завтрашнего дня, 21 апреля, бросайте все учебу, выходите на площади перед директоратами МИД Казахстана, перед администрацией президента Тухаева в Астане. А в других городах, в центральной площади выходите, требуйте немедленно освободить Бекенова-Маргулана из русского плена в России и отправку его домой. Ну и самое главное тоже, всех казахстанских студентов, 62 тысячи человек наших детей учатся, надо срочно возвращать в Казахстан. Дома пусть учатся, или учатся за границей, вне пределов России. Это Тухаев, подонок, так поступает, потому что он представитель русского оккупационного режима, он закрыл программу Балаша в Европе, Америке, Японии и всех студентов завернул в Россию. Это он виноват в этой авантюре. Если что-то случится с Маргуланом Бекеновым, это полностью вина ляжет на Тухаеве. Так что, дорогие студенты, дети, пора взрослеть с завтрашнего дня, в первый курс, в четвертый курс, все бросайте учебу, выходите на митинги, добиваемся спасения, освобождения Маргулана Бекенова. Вот это видео, пожалуйста, распространяйте по всем студенческим общежитиям, чатам. Кстати, студенты, вы тоже должны заходить в политику, подписывайтесь на этот канал, распространяйте видео с этого канала. Мы не должны, во всем мире вообще передовая часть общества всегда было, есть, будет студенчество. Единственные организаторы, это страны, это Казахстан, Белоруссия, Россия. Там червистическое государство, вот они создают такую ситуацию, атмосферу, когда отстраняют от политики. Я живу в Италии 2018 года, пять лет уже, да, здесь школьников, не то что студентов, школьников в год два раза занятия забирают, на улицу выводят, учат проводить митинги, учат включаться в политику. Школьники где-то с третьего, четвертого класса. Поэтому, студенты, обращайте внимание к политике, потому что ваша жизнь целиком полностью зависит от политики. Какие бы вы знания, какие бы вы навыки не получили в вузах, вы не сможете их применить в ситуации, которая находится у нас в Казахстане, потому что мы сейчас находимся под оккупацией, под оккупацией русского оккупационного режима. Тухаев нам не президент, это гауляйтер русского оккупационного мира. Но это большая политика. Я сейчас предлагаю, прошу вас, малую политику сделать, да, вот, своего сотоварища, будем говорить, да, вот, студент, это ваш ровесник Марглан Пекенов. Мы должны спасти. В первую очередь кто? Студенчество Казахстана. Так что, завтрашнего дня, учебу все бросайте, все выходите на митинг. В Ахурду прямо ждите студенты, пусть Тухаев немедленно остановит всю свою работу, это администрация президента, кабинет министров, парламент, все едут в Россию спасать Марглан Пекенова. И добиться этого должны студенты. Жизнь Марглан Пекенова намного важнее вашего учебного дня. Я на это акцентирую ваше внимание, дорогие студенты. Жизнь Марглан Пекенова